сегодня вы узнаете о том как же правильно и быстро перенести вот такого вот персонажа из иллюстратора в after effects для того чтобы в последующем его возможно было легко анимировать чтобы в дальнейшем было меньше возни нужно чтобы размер документа в иллюстраторе совпадал с размером будущей анимации в данном случае у меня планируется 4к поэтому размер документа 3840 на 2160 располагаем персонажи так как они должны располагаться в анимации ну в данном случае по середине экрана важно правильно сгруппировать элементы которые могут анимироваться отдельно например отдельная группа для туловища головы ухо ног рук и так далее но в данном случае вот у нас отдельно туловище отдельно рука отдельно кисти голова ухо отдельно глаза брови нос рот волосы передние волосы задние также ноги и ступни для мужика принцип тот же самый теперь все готово для экспорта в after effects перед этим проверим чтобы у нас был открыт overlord вот он у меня здесь открыт если у вас он закрыт то он расширениях overlord запускаем здесь заходим в after effects это же здесь проверяем чтобы был открыт overlord далее создаем композицию мне нужно 4к то есть здесь ставим 3840 на 2160 и теперь возвращаемся в иллюстратор и отправляем туда персонажи начнем с тетеньки я выделяю все в оверлорде нажимаю вот эту кнопку чтобы он разбил все это на отдельные группы которые у меня уже созданы заранее нажимаю кнопочку чтобы проще было работать нужно переименовать все эти группы в соответствии с тем к чему они относятся допустим вот это у нас рот я переименовываю здесь пишу рот то же самое делаю я для всех остальных частей тела теперь заменяем руки и ноги сделанные в иллюстраторе на руки и ноги сделаны с помощью руберхуза на вкладке руберхуза нажимаем плюсик создаем новый объект вот она появилась здесь у этой заготовки есть запястье и плечо теперь закидываем запястье на место запястье а плечо на место плеча теперь в настройках запястья на вкладке эффект controls мы настраиваем остальное бэнд радиус это радиус сгиба в локте мы ставим его 0 так у нас будет угловатая рука настраиваем длину делаем ее меньше ну локоть получился немного дальше но это ничего страшного можем добавить немножко длины теперь выбираем вот здесь хуза 1 и настраиваем толщину теперь берем цвет для этого нажимаем здесь обводку и копируем цвет с руки теперь старую руку которая у нас была принципе можно удалить arm l это левая рука убираем и теперь нам нужно добавить рукав но прежде для удобства изменим цвет вот этих вот точек как видите он оранжевый его плохо видно поэтому здесь сделаем допустим какой-нибудь зеленый теперь нам нужно добавить футболочный рукав для этой руки в принципе это можно сделать с помощью стилей которые уже есть некоторые из них создал я сам делается это так выбираем хуза 1 и здесь заходим в стиле и выбираем название и кликаем на вот эту кнопочку стиле несколько но я вам покажу как сделать свой стиль для того чтобы сделать свой стиль рукава выбираем хуза 1 заходим в контент ставил и здесь бэйс хуза раскрываем здесь бэйс хуза то есть вот это вот рука наша водка для того чтобы сделать короткий рукав я добавлю скопирующую ее два раза раз и два выделить шифтом зайду сюда и скопируют свет с футболки дальше один из них пока верхний сделаю невидимым а ко второму добавлю им паз вот сюда и здесь задам ему длину допустим вот так дальше в обводке чуть-чуть увеличу толщину убираю раунд кап ставлю баткап чтобы он был обрезанный но верху появляется при этом дырка которую мы сейчас уберем и чтобы закрыть нужен третий вот этот бэйс хуз 3 так нам нужно запомнить ширину ширину обводки 55 заходим сюда здесь ставим 55 делаем его видимым раунд кап оставляем и опять добавляем трим паз и то же самое укорачиваем его теперь можем подвигать немножко и посмотреть что получилось этот стиль для руки можно сохранить для этого наводим вот на эту кнопочку и читаем здесь копистайл но от плюс клик это сохранить стиль альт клик я сохраню его допустим как red t-shirt окей и теперь у нас в списке он должен быть доступен вот он red t-shirt теперь нужно правильно назвать эту руку выбираю здесь и на вкладке менедж в руберхузе выбираю вот эту кнопочку задаю имя и у меня все три части переименовались чтобы сделать вторую руку нужно сделать дубликат первой выбираю здесь и нажимаю вот эту кнопочку умножить на 2 сдублировалась рука и я ее должен поместить под туловище вот сюда теперь ставлю на место запястье и плечо и удаляю старую руку теперь поменяю цвет рукава для этого заходим сюда контент стиль base hoose 3 и 2 выбираем и здесь копируем цвет ститик теперь создаем заготовку для ноги сразу же поменяем цвет чтобы было удобно ее отличать и также имя чтобы не путаться поставим на место запястье и плечо здесь видно что изгиб не в ту сторону у запястья изменим свойства band direction поставим минус 100 и так же как в руках сделаем band radius 0 и подберем длину в отличие от рук здесь воспользуемся одним из готовых стилей который называется tight pants это вот такие вот штаны закатанные здесь если мы зайдем на вкладку leg здесь мы в эффект controls увидим свойства этих штанов нас в основном интересует общая толщина и толщина верхней части вот этот параметр длину штанов мы опускаем в самый низ и здесь подгоняем толщину нужно добавить немного толщины вверху остальные параметры оставляем как есть только меняем цвет на желтый то что она здесь вверху торчит на футболку это мы устраним но чуть позже и продублируем левую ногу чтобы у нас появилась правая дубликат поместим его вниз скопируем нужный нам цвет для этой ноги и разместим ее точки туда где положено запястье и плечо старую ногу leg r которая была из иллюстратора удаляем теперь разместим правильно эти слои очевидно что правая рука у нас должна быть дальше всех поэтому мы ее перетаскиваем в самый низ дальше у нас идет правая нога это вот эта темно-желтая мы кстати забыли ее переименовать далее у нас идет ботинок для этой ноги фут r получается потом пойдет у нас поставим вторую ногу чтоб у нас сверху не торчало мы поставим левую ногу следующий так только чуть выше на один слой и левый башмак тоже немножечко пододвинем здесь видно что немного не совпало но мы это настроим прямо сейчас зайдем в фут вот этот путь и подтащим вот эти точки с шифтом выделим потом кликнем и подвинем вот так то же самое можно сделать для второго ботинка и еще пара свойств конечностей руберхуза о которых стоит упомянуть вот эти вот точки в них не всегда удобно попадать чтобы перетаскивать поэтому можно их немного увеличить для этого выбираем в данном случае запястье заходим контент control point control shape и вот с помощью этой рамочки увеличиваем вот так теперь издалека можно легче их ловить еще одно свойство в эффект control есть такое свойство реализм я до конца не очень могу объяснить что оно значит но вы можете увидеть на примере если мы потащим то появляется вот такой вот острый угол и как бы рука становится такая как бы деревянный локоть торчит и выглядит это как такой жесткий буратино если мы уменьшаем реализм то локоть более мягко как бы сгибается и выглядит это менее деревянно но вы можете поэкспериментировать и установить для себя какой параметр вам больше подойдет я поставлю здесь процентов 30 теперь нам нужно установить родительские связи между всеми частями тела сейчас у нас все по отдельности отдельно туловище отдельно руки отдельно голова глаза все это никак не связано она просто лежит друг на друге выбираем голову и видим что базовая точка анчерпоинт у нее посередине но голова у нас вращается не относительно центра а относительно где-то начала шеи поэтому мы должны передвинуть вот этот вот анчерпоинт базовую точку нажимаем Y появляется вот этот мелкий квадратик это значит что мы можем двигать анчерпоинт подвигали сюда нажимаем W и видим вращая что голова у нас привязалась к началу шеи нужно установить родительство шеи над головой то есть сначала у нас вращается шея на ней уже голова поэтому голова принадлежит как бы шее для этого мы голову вот здесь выделяем и вот эту вот спираль тащим на шею если мы будем двигать шею neck то голова у нас пошла вместе с шеей и такие связи нужно установить везде выбираем с контролом рот нос волосы впереди брови ухо глаза все это принадлежит голове тащим за спираль к голове и вот здесь появляется что родитель этих частей голова но здесь нам надо тоже поправить базовые точки например у волос задние волосы здесь базовая точка по центру но логично что она должна быть вверху нажали Y и перетащили теперь когда мы будем вращать у нас волосы могут качаться вот так что является правильным то же самое сделаем для передних волос hair front Y здесь базовая точка будет где-то вот ухо у нас не будет двигаться поэтому тут не важно брови оставляем как есть глаза в принципе тоже нос тоже не будет двигаться рот рот тоже оставляем теперь привязываем шею к телу опять же двигаем базовую точку вниз вот сюда здесь у нас будет точка вращения и привязываем ее к торсу теперь точка вращения торса у нас должна быть не посередине а где-то на уровне жопы поэтому двигаем где-то сюда дальше привяжем конечности 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 у нас привязываются за плечи вот за эти точки мы выберем сразу все плечи с контролом где есть слово shoulder все плечи у нас будут привязаны как вы понимаете к торсу поэтому тащим их на торс и теперь если мы подвигаем торс то мы увидим что привязались плечи так а у нас почему-то задняя волосня не привязалась но мы выберем сейчас ее hardback и перетащим к башке соответствующие кисти привязываются к соответствующим запястьям hand l y перетаскиваем базовую точку она будет совпадать вот с этой точкой запястья и родителям будет запястье теперь если мы будем двигать запястье у нас будет двигаться и рука то же самое делаем для правой руки и теперь так же делаем для для ступней переносим базовую точку куда-то вот сюда и привязываем правая нога запястья дальше берем левую y базовую точку где-то здесь и привязываем к левой ноге проверяем вроде все работает теперь проверяем как мы все это привязали выбираем туловище и подвигаем немного если комп начинает тупить то можно вот здесь выбрать предварительный просмотр как бы меньшего разрешения квартер это в 4 раза меньше картинка ухудшится но возможно будет меньше немного тормозить у нас вроде бы все нормально но единственный момент видите когда таскаю туловище у нас поворачиваются автоматические руки кисти и ступни можно это изменить для этого в настройках запястья вот например левая нога можно изменить вот эту вот галочку если ее убрать и начать двигать туловище то видите стопа остается на месте и также можно для остальных конечностей эту опцию включить либо отключить глядя на эту тетеньку можно подумать что у нее уже все в порядке но если посмотреть повнимательнее на ее ноги а точнее на ступни то можно увидеть некое унылое говно которое здесь происходит если мы выберем левую ногу запястья и подвигаем а потом покрутим ступню то мы увидим какое говнище здесь получилось поэтому нужно все-таки кое-что здесь изменить и исправить штаны и ступни для того чтобы было удобно работать я возьму левую ступню нажму t здесь получается параметр opacity прозрачность и мы его уменьшим чтобы она стала немножко прозрачнее да и посмотрим что здесь происходит во первых я думаю нужно сдвинуть ступню немножко ниже второе второе вращение выглядело нормально и аккуратно нога выглядела красиво нужно все-таки вернуться к стилям этой ноги и изменить все вот эти штаны мы добавим все-таки подворот штанины и чтобы было видно ногу мы уменьшим длину штанов так толщина ноги у нас где она leg width толщина ноги немножко добавим поменяем ее цвет вот он skin color мы его сделаем такой же как на руках делаем кавхать чуть повыше и по ширине почти такой же и также зададим ей цвет наверное чуть более темный сохраним этот стиль alt-клик и копируем этот стиль на вторую ногу выбираем leg r ищем здесь стиль вот штаны девушка и нажимаем кнопочку и теперь нужно вернуть цвет правой штанины который у нас был заходим сюда и я заранее скопировал этот цвет вставляю и получаю здесь у нас видно что по башмакам косяк тот башмак получился немножко ниже сделаем его тоже прозрачным и подтащим его маленько ниже запястья немножечко тоже ниже у правой ноги будет вот так обратно верну ботинок вот так и теперь нужно проверить возвращаем непрозрачность на 100 и попробуем двигать запястьями ног теперь видно что при повороте ноги при повороте ступни все более менее выглядит прилично а теперь еще буквально несколько настроек которые пригодятся при анимации этого персонажа как видите я здесь сделал так что вот эти вот точки запястья плечо и нижние точки они стали на переднем плане то есть я просто все запястья от частей тела перетащил наверх на расположение самих частей тела это никак не влияет но точки всегда наверху и это удобнее для анимации еще полезно отключать некоторые слои которые сейчас в данный момент вы не используете но в списке они присутствуют из-за этого здесь получается немножко сложновато все это находить допустим я хочу анимировать в данный в данный момент только движения но не лицо и не голову тогда можно все что касается головы лица волос просто сделать невидимым я имею ввиду список слоев выбираем рот нос волосы глаза и все такое голова шея руки оставляем волосы и нажимаем вот здесь вот эту кнопочку она нажалась если мы теперь вот эту кнопочку нажмем здесь то эти слои исчезли из списка но по факту они есть но они просто не мешают также можно отключить все плечи потому что они не будут участвовать в этой анимации тоже выбираем их нажимаем кнопочку и смотрим что еще руки если мы настроили цвет толщину и все прочие свойства тоже можно отключить и ноги то же самое отключаем и у нас остается только тело ступни ладони и все точки которые управляют запястьями конечностей именно это будет участвовать в анимации движения поэтому оставляем только это и можем начинать анимацию подготовка этого персонажа к анимации в After Effects закончена и в